Сегодня мы поговорим на тему про уход с орхидеями, а также я хочу уделить особое внимание тому, как же ухаживать за ними правильно, чтобы их расцветки оставались такими же насыщенными, красивыми, как в первый раз, когда вы их приобрели к себе в коллекцию, а также чтобы листовая масса оставалась такой же пышной, красивой, а также чтобы полностью растение оставалось таким же привлекательным и неотразимым всё время. Итак, начнём с того, что хочу познакомить вас со своей орхидейкой, которая уже вместе со мной очень длительное время. Это Фаленопсис Пират Пикати. Именно его особенностью считается то, что у него цветовая окантовка, она действительно отличается от основного цвета. Сейчас вы можете наблюдать такой цвет, больше приближённый к жёлтому, но на самом деле изначально он был практически такого персикового оттенка, за что, между прочим, он мне и полюбился особо. Но тем не менее, вот сейчас, честно говоря, он напоминает мне больше другой сорт Фаленопсиса, а именно попугай. Я думаю, все немножечко что-то между ними схожее уже заметили, потому что действительно, что касаемо попугая, то у него верхняя поверхность, у основания больше такого белого окраса, основной цвет жёлтый. Когда пришли ко мне гости, они просто в восторге закричали, что какой у тебя красивый попугай. И мне пришлось им объяснять, что это пират Пикоти, и действительно он немножечко сейчас сменил окрас. Не сказать, что сильно кардинально, но всё же, для меня это заметно. Но от этого его привлекательность никак не поубавилась. Итак, особенностью данного вида, как я уже сказала, считается именно та самая цветовая окантовочка. Действительно, основной цвет, он такой себе, не знаю, розово-бордовый, с выраженными вот такими себе, как вы можете наблюдать, расводами. Я потом обязательно вам приближу, чтобы вы получше смогли рассмотреть всё. Также наш уход может повлиять, безусловно, именно на окантовку, которая может увеличиваться в размерах и вставать более такого бордового оттенка, который, безусловно, не будет никак портить внешний вид визуальный и никак не будет вредить растению. Но, тем не менее, вот те его особые характеристики, за которых он нам, в первую очередь, и полюбился, они действительно могут разниться в зависимости от ухода. Итак, я бы хотела обратить внимание на это более поподробнее. Если вы уже цветовод со стажем, как и я, то вам, наверное, хорошо известно, что на наши растения влияет буквально всё. Начиная от того, чем мы их подкармливаем, какой водой мы их поливаем и на каком окне они стоят, всё это в конечном итоге сказывается. Как в хорошем плане, к сожалению, так и в обратном. Итак, когда я начинала анализировать все условия содержания, которые могут быть в основной своей массе у моих подписчиков, то я пришла к тому, что если проводить аналогии с другими растениями, не всегда орхидеями, а, например, почему бы не провести налоги с гортензией, которую многим тоже полюбилась за свой прекрасный окрас, который варьируется от розового до голубого. Да, я соглашусь, орхидеи и фаленопсис конкрет, в частности, они отличаются тем, что именно синего гена у них нету, он отсутствует по своей природе. Именно поэтому, когда мы приобретаем коллекцию синюю или голубую же орхидею, то здесь нечего удивляться, следующее цветение, если оно доживёт, будет, безусловно, белым или же с какими-то разводами после краски, если краски было действительно концентрировано и данной орхидейке больше, чем этого требуется. Но сегодня я бы не хотела рассматривать этот уже неоднократно разжёванный вопрос. Дорогие мои, сегодня я бы хотела обратить внимание именно на удобрение. Чтобы мы в следующий раз задумывались, в зависимости от нашей цели, чем же подкармливать наше растение, с каким уклоном, на что. Безусловно, я всегда за то, чтобы мы использовали именно комплексные удобрения с практически одинаковым содержанием в нейтральном периоде, когда растение растёт, то есть как фосфор, а калия, так и азота. Когда он наращивает листву, то преимущество, конечно же, падает на азот и фосфор. Когда наращивает цветонос и готовится непосредственно к цветению, то фосфор, калий. Итак, я не просто в самом начале видеоролика упомянула, что на цвет, на насыщенность влияет и освещенность, то есть расположение окна, где наши растения растут, и удобрение, и также полив. Что имеется в виду под поливом? Смотрите, если вы будете использовать некачественную воду, которая будет в конечном счёте засолять ваш субстрат, то есть его портить, или же будете использовать удобрения, которые будут закислять почву, то это может повлиять тоже на изменение окраса, а именно его или побледнение, или более становится свет таким холодным, если вы понимаете, о чём я говорю. То есть можно прийти к выводу, что существует основное правило по изменению цвета у бутонов. Оно заключается в том, что необходимо снижать или повышать кислотность почвы для того, чтобы получить желаемое. А именно, если будет почва менее кислая, то это, скорее всего, будет предпосылка к изменению цвета на именно розовый, или же более оттенки будут тёплые. А если вы хотите получить более холодная тона, то, соответственно, необходимо повышать кислотность. Но я хотела бы обратить ваше внимание, касаемо орхидеи, немножечко это не так всё работает, это алгоритм действий, в отличие от гортензии, потому что наши растения, они не так склонны к изменениям, например, касаемо количества листовых пластин, касаемо количества цветоносов и так далее. Если, вот сколько замечено не раз мной, если у растения заранее уже генетически заложен какой-то вот ритм, жизненный цикл и так далее, то как бы вы ни крутились над растением, сколько бы вы забубонных песен ему не спели, всё-таки он от этого не станет цвести никак пышнее или же, наоборот, тускнее, то есть реже. Поэтому всё-таки я бы хотела подытожить. К счастью или, к сожалению, не существует единого подхода к тому, чтобы мы могли в домашних условиях как-то повлиять на заранее сгенерирован селекционерами окрас самих цветочков. Для кого-то это будет минус, а для кого-то, наоборот, плюс, потому что при недолжном уходе он может только навредить или же испортить так желанную расцветку, за которую он, собственно, и отдал предпочтение, когда выбирал это растение в магазине. Именно поэтому вам не стоит бояться применять какие-либо удобрения с преимуществом того или иного макроэлемента, потому что самое главное, что вам необходимо запомнить, это азот для листьев, фосфор для роста корней и цветоносов листьев и калий для цветения. И поэтому, соблюдая эти несложные правила и рекомендации, у вас всегда будет красивый пышный сад, который будет радовать вас не только пышным цветением, но и самое главное – длительным. И поэтому обращайте внимание на освещенность. Если вы любите более такой темный окрас, насыщенный, то, возможно, пересмотрите, где растение можно изменить лове содержания, потому что, возможно, расположенность окна ему не подходит, слишком яркое солнце в летний период или слишком, наоборот, тусклое солнце в холодное время года. И поэтому каждый такой подобный нюанс в конечном счёте и даёт нам такие вот просто грандиозные результаты, которые заслуживают не только своего внимания, восхищения теми, кто просто не сможет пройти мимо, потому что это не завораживает глаз. Это заставляет влюбляться ежедневно, когда ты видишь утром, как каждый бутончик начинает постепенно раскрываться и как он наливается этим цветом, окрасом, становится всё более чётким и узнаваемым. На этом моменте всё. Это короткое видео я хотела посвятить тому, что не стоит бояться кормить свои растения, потому что почему я и решила снять видео на эту тему, казалось бы, с первого взгляда, весьма простую, элементарную, потому что на форумах очень часто я встречаю такой вопрос, что люди сделали не так, и они винят себя, что растение действительно потеряло окрас, стало таким вот непримечательным, и они ищут ответы на свои вопросы. И поэтому я посчитала нужным оставить для вас сегодня такой короткий видеоролик. Возможно, вы уже знали ответы на эти вопросы. Всё же, пускай тогда просто полюбуйтесь моим пират Пикати, и я надеюсь, что в скором времени мне удастся снять для вас видео, когда он уже будет в полной красе, в полном распуске, и мы вместе с вами полюбуемся его роскощью и просто неотразимостью. С вами как всегда была Инна. Всем спасибо за внимание, и уже до новых встреч на моём канале совсем скоро. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите свои обязательно комментарии, задавайте вопросы по поводу ухода за орхидейками, а также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых видео, и подписывайтесь, конечно же, на мой канал, чтобы не пропустить ещё много чего нового, интересного, конечно же, полезного. С вами как всегда была Инна. Всем спасибо за внимание, и уже до новых встреч на моём канале совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok